Когда на федеральных каналах, на всех практически, мы слышали такую информацию, почему это не только была информация, показывали этих конкретных людей, я имею в виду грузинских снайперов на Майдане. Эти снайперы, значит, они признались во всем, что они были, так сказать, перевезены из Грузии туда, в Киев, и там, в общем, занимались тем, что им приказали, то есть убивали людей на Майдане. Об этом очень много говорилось. На Эхо Москвы, честно, Алексей, может быть, я что-то пропустил. Я не помню подобной информации. Если я прав и действительно ее не было, тогда почему ее не было? Вы сразу посчитали это фейком, у вас были какие-то доказательства, или то, что на федеральных каналах вы вообще не принимаете во внимание в этом смысле. Почему вот такой важной, мне кажется, информации по поводу грузинских снайперов на Майдане не было на Эхо Москвы, если так было? Ну, во-первых, я, естественно, не помню, извините ради бога, что было на Эхо Москвы, но случилось в том, что они как-то эти снайперы-то растворились. Не суда, не суда, секундочку, никто их не осудил, куда-то их признания делись. Ну, надо сказать, что мы действительно проверяем информацию, ту, которая бывает в тех источниках, которые мы не доверяем до конца. Мы и про распятого мальчика не давали, извините ради бога. У нас, кстати, вот серьезный вопрос, что давать, что не давать, потому что вот когда возникли анонимные телеграм-каналы, мы очень долго дискутировали, что с ними делать. С одной стороны, там содержится некая, кажется, важная информация, а с другой стороны, они анонимные источники, которые мы не можем верифицировать. И я, были долгие споры, я уже человек старый, пожилой, раздражительный, я уже спорить не могу и время на это терять не могу. Я написал приказ. Есть приказ, что если телеграм-канал анонимный, без проверки, мы не даем. Вот для нас все эти грузинские снайперы, а это еще особая была история, потому что я-то на Майдане был во время стрельбы, я своего корреспондента Лешу Голубеву оттуда уводил, потому что он как дурак лез туда, в самую горячую штуку, без бронежилета, без всего. И мы там как бы столкнулись с другими снайперами, которые сейчас служат у нас в московской полиции, скажем так. В лицо знаю этих полковников Беркута. Поэтому на самом деле для нас очень важна история в том, что мы работаем на наших слушателей. Очень важно стараться не вводить их максимально в заблуждение. Очень важно. Поэтому вот была история, наверное, вы знаете, история с таким письмом помощника президента Белоусова по поводу того, что корпорации нужно обложить дополнительным налогом. Впервые это письмо и конкретные цифры каждой корпорации, чего опубликовал анонимный канал Незыгарь. И все сослались на него, оттазы. Мы не давали до тех пор, пока я не проверил это письмо у корпорации, скажем так. Цифры не проверил. Потому что анонимный канал сказал и забыл, а у нас репутация. У нас репутация. И пока я там не позвонил раз, два, три, четыре и в администрацию, если такое письмо и вернули цифры в ней, потому что если даешь ложную цифру, на рынок ты влияешь. Мы не можем себе позволить быть сознательно игроками на этом рынке. Играть на понижение, на повышение. Мы этого не можем. Поэтому даже когда, казалось, уже ТАСС сослался на Незыгарь, уже ТАСС, агентство, я говорю, секундочку, я сделаю еще два звонка, мне надо еще позвонить Луко и Мордашову, проверить две цифры. Потому что я не знаю, так или не так. Это принципиальная история. Информации столько, что остается доверять Нюху, кстати, собственных информационников, даже не моему. У меня 10 людей сидит на новостях, меняют друг друга. И если я их назначил, я им доверяю. Они отбирают новости. И я должен доверять, что они отберут ту новость, которая не будет намеренным искажением. Бывают плюхи? Да 100 каждый день. Да, конечно же, бывает. Пропускаем. А нечестные источники. Лгут другие медиа. Мы попадаем в судебные истории. И так далее, и так далее. Но чтобы минимизировать искажения, которые мы несем вам, не себе, а вам, существуют фильтры, которые требуют, собственно, доказательств. Потому что когда там случился Керченский залив, я говорю, так, на сайт выводите все. Вот все карты, которые есть, выводите на сайт, наши, не наши. А вот выходит там представитель ФСБ и говорит, так, в прямой эфир его, сразу включая на втором канале, включайте во второй канал. Так, кто у нас, где Аваков выходит второй, за это мы получили, министр внутренних дел. Включайте. Мы не знаем, где правда. Мы должны понимать, или вы должны понимать, слушая Эхо Москвы, что мы, журналисты, не знаем, где правда. Мы не знаем, мы верифицируем не новость, а источник. И вы должны знать, да, что это сказал или дал. Вот этот. Вы ему верите? Ну, верите. Значит, ну, мы должны найти тех, кто говорит по-другому. Но где правда, мы не знаем, мы не можем знать, где правда. Мы не являемся специалистами там, ни в сельском хозяйстве, ни в военном деле, ни в международных отношениях, да, такими глубокими экспертами. Мы публикаторы. Но наша история заключается в том, наше видение на Эхо Москвы в том, что мы должны, опять, учитывая то, что в основном наши слушатели скептичны, мы должны предлагать поливарианты. Поливарианты случившегося поливиденья. Вот это виденье из Киева, вот это виденье из Вашингтона, вот это виденье из Москвы, это виденье из Донецка. Мы не знаем, где правда. Мы можем гадать, где правда. Но сколько человек там погибло, и был ли там реактивный снаряд, или были там урановые эти самые наконечники, мы не знаем, мы не можем знать. С течением времени, да. Но в информации, в сиюсекундных новостях это невозможно. Мы и говорим нашим слушателям, это невозможно. Вот этот сказал, вот этот дал, вот это видели, вот это репортаж и так далее. Тогда, Алексей, смотрите, вы говорите, вот вы дали и Авакова, и того, и сего, и пятого. Показывают конкретных людей, этих грузинских снайперов. Так что мешало найти этих людей, раз вот они есть? Так их до сих пор нельзя найти. Их нету, потому что их нету. Но они были в тот момент. Нет, это были неизвестно кто. Неизвестно кто. Неизвестно кто. Хорошо. Потому что было названо имя, мы стали немедленно звонить в Тбилиси, я помню. Нет такого человека. Нет такого человека, понимаете? И что мы скажем? Нет такого человека. Это история в том, что время на проверку требуется. И да, мы иногда опаздываем с новостями, это правда. Но мы зато отшелушиваем то, что не находит подтверждения, как правило. Мы проигрываем нашим конкурентам, проигрываем, ну точно проигрываем Твиттеру, да, это вообще не разговор, да. Но мы предпочитаем сделать лишний шаг, во всяком случае моя установка такая, взять там лишние 20 минут, 30 минут, если кажется новостнику, что эта штука сомнительная. И это отвечает новостник. Он может пропустить новость. Через полчаса догоним, ничего страшного. Да? Но ты лучше проверь, чем дай, а потом прыгни назад. Ну вот у нас такая редакционная политика. Мне кажется, это скорее правильно, чем неправильно. Да. Ну, например, вот совсем еще недавно вдруг объявился в Москве подполковник СБУ и давал пресс-конференцию. И много чего наговорил по поводу тюрьмы, пыток в Мариуполе и много-многое другое. Я тоже не помню эту информацию. Это было. Было, да? Это было. И это не просто было. Это был кусок большой в эфире. И потом мы это обсуждали. И потом мы выводили наших украинских журналистов и так далее. Это было. Это было, хотя на самом деле я бы не давал. Все же было понятно. Понятно что? Понятно было, что где он? Он был и выщел. И растворился. А был ли мальчик? Может он тоже распятый? Может это вот выросший распятый мальчик? Я не знаю. Да быстро, причем совсем быстро. Как-то два дня существовал. Было понятно, что это предвыборная история. Абсолютно. Он появился не раньше, не позже. Было понятно. Он заявил, что я с 14-го года, такой Штирлиц, работал на Россию. Открыл лицо. Ну, слушайте, мы же не дети. Но на это есть другие средства массовой информации. Да. Вот бы найти все-таки этого мальчика. Ищите. У вас хорошая газета. У нас же нет, на Эхе Москвы нет расследовательского отдела. Мы абсолютно уверены. Мы абсолютно уверены, что по радио проводить расследование невозможно. Потому что надо показывать документы. Понимаете, да? Или читать эти документы, что невозможно. Но зато мы публикуем расследование других ресурсов. И медийных, и немедийных. Тех, где есть специалисты по расследованию. У вас есть специалисты по расследованию. Уже даже такого отдела у нас о расследовании, к сожалению, нет. Отдела нет, а люди есть. Отдела нет, а люди есть. Кстати, между прочим, вы тут вспомнили. дело писателей, это не произведение «Эхо Москвы», это произведение Александра Минкина «Московский комсомольцы». Как об этом на НТВ говорилось, я очень хорошо помню. Верну я ваш мячик и говорил об этом Минкин. Нет, это прежде всего было на НТВ, я очень хорошо помню. Я вам по датам скажу. Алексей, скажите, пожалуйста, вот у вас есть такой Сергей Марков, он периодически... У нас нет Сергея Маркова, это гость. Он не ваш штатный человек, да, ваш гость Сергей Марков в особом мнении. У нас есть и Евгений Альбац, у нас есть и Виктор Шандерович, но это не у нас, это у вас. Нет, нет. Приходящий гость Сергей Марков в особом мнении. Значит, он как бы представляет точку зрения Кремля, государственников, наверное, так. Скажите, пожалуйста, он не случайно появился у вас, потому что, мне кажется, он на самом деле дискредитирует эту точку зрения очень успешно, именно как Сергей Марков, потому что то, что он говорит, иногда это выглядит очень смешно в лучшем случае. Почему вы позвали именно его, скажем, а не Алексея Пушкова, который у вас был и который там, я помню, в эфире чуть ли не поругался с Алексеем Воробьевым, и теперь у вас его нет. Значит, вот таких серьезных людей от Кремля не часто. Все-таки я услышу, хотя вы мне возродите, что у вас буквально вчера была и Мария Захарова, и Константин Косачев, но это немножко другие люди, это международная политика. А вот по поводу внутренней политики есть Сергей Марков. Он, мне кажется, выступает, играет какую-то роль. Или нет. Или это просто метод случайного отбора, так в случае. Я не могу с вашими, кажется, с вашими фобиями бороться и фантазиями. Значит, есть понимание, и оно у нас давно, что есть люди, которые играют в 22. То есть вот Кремль, он всегда очко, он 21. А есть люди, которые заступают на полшага и как бы выявляют интенции, что будет через месяц. Это у нас история была с Прохановым в свое время. Мне все говорили, что же у вас Проханова делает, зачем какой-то там экстремист и радикал. Я говорю, конечно, он экстремист и радикал, но его фантазии скоро станут реальностью, потому что он движется в тренде правящей команды, ее опережая. Все время опережая. Вот шаг опережая. Кто про Крым-то говорил на эхе Москвы всегда? Господин Проханов. Да? Да. И не только кто говорил, что Украина не существует, эта страна. Господин Проханов. Ну, потом господина Проханова просто перекупили и просто за деньги, поэтому ему сказали, будешь ходить на эхе, не будем тебе платить. Ну, вот там простая история была. Господин Габриилянов это сделал. Вот. А что касается Маркова, с моей точки зрения, конечно, ничего случайного не бывает. Слушайте, я еще главный редактор, я еще не это самое. Да, не в маразме. Значит, это выстроенная редакционная политика. С моей точки зрения, господин Марков, который, конечно же, не является никакой системной фигурой, но он очень точно, у него очень точный нос, который он держит по ветру. Он угадывает, что будет завтра, а не что сегодня или послезавтра. Он, вот про раздачу паспортов на Донбассе, господин Марков, как клоун, говорил три месяца назад у нас каждый раз, когда мы звали. И мы начинаем к этому двигаться, проект закона, упрощенное получение. Тогда думали, что это очень смешно, а вот Мария Захарова сказала, господин Марков является таким термометром, или барометром, скорее, который отражает не сегодняшнюю температуру, а в этом тренде, вот в этой тренде, в этой команде кремлевской, он отражает, возможно, завтрашнюю и послезавтрашнюю температуру. Таких людей очень мало, потому что они все трусливые действующие. Косачев, он очень аккуратный такой, системный, правильный, но он говорит про сегодня, он не говорит про завтра. И даже Мария Захарова, которая яркая, агрессивная, наглая, в хорошем смысле этого слова, наглая, она говорит про сегодня, а не про завтра. А пойди угадай туда, чуть-чуть, куда это может привести, может не привести, а может привести, вот такие люди, как Марков, чрезвычайно редки. Посмотрите на, если вы смотрите, у меня в кабинете все идет без звука, вот эти шоу первого, второго канала, без звука. Там же нет экспертов, они же все фантазеры. Они все придумывают, они все реагируют, они даже сегодняшние газеты не прочитали, я же вижу, когда это происходит, да. Они бессмысленны, почему я не завыканю? Они все бессмысленны, они придумали и сказали, ну мы можем, конечно, открыть там фэнтези-клаб на ихе, жалко времени. А вот Марков, он попадает, не потому, что он ходит на какие-то совещания, я думаю, его никуда не зовут, в отличие от Косачева и Марии Захаровой, да, и Пушкова, именно поэтому они осторожны. А вот этот лупит, поэтому такие люди, экстремальные люди, такие люди, как Шевченко, такие люди, как Женя Альбац, с другой стороны, да, они в этом смысле на границе сегодняшнего дня. И мне кажется, что нашей аудитории важнее понять, то, что сегодня наша аудитория и так понимает, живет в этом. Не в фантазиях, а в скепсисе. А вот то, куда это может двинуться, да, вот таких спикеров найти, уверяю вас, чрезвычайно тяжело. Мы, извините, таких людей, как Катя Шульман, ну, с днем с огнем, штучные все время. Кто у нас появился за последние годы? Нет, сравню, потому что Катя тоже про завтра. Тоже про завтра, но про другое завтра. Таких людей просто, вот сейчас нашли там профессора из вышки, обратите внимание, значит, Григорий Юдин. Очень тонкий наблюдатель. Простите? Ишаньки, извините, ради бога, да. Я вообще их фамилии не помню, честно говоря. Спасибо, Ишаньки, да. Очень тонкий. Каким образом нашли? Просто стал искать, читать, где люди публикуют скучная профессура, потому что надо же уметь говорить, это же надо вам рассказывать, да, надо не уметь писать, а надо рассказывать, да. Очень тонкий. Вот еще пара эфиров, он просто поймет, что надо упрощать, не хочет, конечно, профессор не хочет упрощать, это, я понимаю. Но вы увидите, как это вот будет очень здорово. Вот таких людей днем с огнем ищем. Поверьте, бегаю с факелом по рынку и ищу человека, что называется. И Марка в этом смысле, как бы это не обидно звучало, не надо сравнивать, надо сравнивать, потому что я по периметру этих людей, по периметру сегодняшнего дня для вас расставляю. Вот по периметру, чтобы было понятно, это может быть, такое может случиться, скорее всего, мы вот это не видим, а они это видят или чувствуют. Поэтому у нас будут странные люди, мне, кстати, и про Юдина сказали, ты где его выкопал? Я говорю, вы сначала послушайте, что он говорит. А Пастухов Владимир? Тоже, не, он писал, слушайте, он писал чего-то, где-то писал, да, и тоже мне что-то принесли, раз статью, два статью, потом кто-то нашел еще, говорит, посмотри, я говорю, как он говорит, он в Лондоне, ну нафиг, скайп, это уже вот здесь, вот этот скайп, опа, как тонко человек оттуда наблюдает, он же по идее, большая проблема, извините, я долго говорю, но это правда проблема, когда люди оттуда, вот у меня там проблемы с Юлией Латыниной, и с Сергеем Пархоменко, и с Ксенией Лариной, и с Кариной Орловой, потому что, когда ты там, ты живешь по интернету только, ты ни с кем здесь не встречаешься, у тебя нет инсайда, ты не чувствуешь дыхание этих людей, ты не чувствуешь их мотивации, только то, что публично ты читаешь, и это заставляет терять, поэтому я требую, чтобы Юля приезжала, она иногда так тайно приезжает, встречается, то есть все пятое, десятое, Пархоми приезжает, встречается, да, чтобы добавлять, Ксения тоже приезжает, потому что иначе теряешь, надо быть внутри, и вот эта история, чтобы найти еще люди, когда Пастухов появился, ну е-мое, где еще бы пять Пастухов, хотя бы пять, ну вот и ищем сейчас, ищем, поэтому Марков, еще говорю, как не обидно может быть звучит, но Сергей Марков, он вот на этой границе стоит, он стоит, он чувствует то, что власть хочет, он чувствует, куда власть движется, он не принимает в этом участие, он воспринимается, как клоун, я знаю, я знаю, но кто-то из Шендеровича клоуна воспринимает, кто-то из Жени Альбаса воспринимает, и пусть, меня не волнует, как воспринимает, но важно, я работаю на аудитории, а не на журналистов, важно показать вот эти иголки, которые за этот периметр заходят, вот это такое расширение периметра, поэтому для меня это все обычно, и как-то, более того, еще надо находить таких людей, но из-за этого крика, который находится на каналах, все эти люди деградируют, они не ищут аргументов, они ищут базы, да, знаете, моя любимая фраза у Черчилля, он, когда там речи, там обудовали, я видел в музее Черчилля, там идет речь, он пишет, аргумент слаб, повысить голос, понимаете, да, вот это вот у нас постоянно, аргумент слаб, повысить голос, вот на канала, и ты этих людей, ты смотришь, я же смотрел сначала, думаю, так, кого бы перетянуть, вот так, что он несет, да, вот это вот, откуда он берет, какие-то люди, и все, и никого, и более того, люди, которые идут туда, они не то, что глупеют, они уходят в тот же уровень, тот же Нечаев, там, тот же Надеждин, да, там, я же знал их когда-то, они были вполне себе неплохими говорунами экономики, нет, теперь все, обижаются, что ты не зовешь, я там говорю, ну, у вас там первый канал, что вам маленькое провинциальное радио, там, куда вам, зачем так, но на самом деле, они приходят, несут с собой, вот эту аргументацию, даже не аргументацию, вот эту, привычку, привычку так дискутировать, а мне на их это не надо, ну, зачем, это существует, кто захочет, посмотрит туда, мне нужно создать эксклюзивный продукт, для тех, кто со скепсисом, вот же история. Ну да, случай Веллера мы помним, в этом смысле. Ну да, это, это я сказал, что это болезнь с каналов, случай Веллера, это правда, это болезнь каналов, и мне очень жалко, но я не могу, чтобы это зараза шла у меня в студии, это очень заразно, смотрите, когда-то был случай, что Андрей Норкин выгнал своего гостя, это было ого-го, да вы что, да как можно, до профессии конец, да ты сам позвал, теперь неделя не проходит, чтобы с того или иного шоу не выгоняли бы какого-то гостя, но это же заразно, понимаете, значит можно, ну вот у нас там, как бы я боюсь, я боюсь, что мои журналисты тоже начнут это делать, не, ну правда, потому что, Альбатс уже это делал, из эфира нет, 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 вон из профессии было не в эфире, и тогда последний вопрос по поводу эха, Алексей, но он такой очень непростой для меня, остальные были простые, хорошо, для меня и для вас он непростой, для меня, ну хорошо, нет, вы сейчас поймете в каком смысле, я вообще долго думал, стоит ли мне его задавать, но все-таки раз у меня есть некие сомнения, если вы скажете, что это мои фантазии, я буду только рад, это ваши фантазии, сейчас посмотрим, значит, когда было покушение на Татьяну и Фельгенгауэр, значит, это есть конкретный человек, который это сделал, Борис Гриц, несчастный, слава богу, что Татьяна осталась жива, но, значит, стало понятно мне, например, наверное, и вам, что этот Гриц, он, в общем-то, психически нездоровый человек, и что это у него случилось, очевидно, вот на этой нездоровой, психической, сексуальной, еще к тому же почве, и вот так все это страшно и произошло, но Татьяна, слава богу, жива, а вы таким дальше потом сказали, что это вопросы к ВГТРК, к вообще федеральным каналам, которые нагнетают атмосферу ненависти, потому что действительно незадолго до этого на России 24 был сюжет по поводу эфиров Фельгенгауэра и Плющева, безусловно, заказной, но мне показалось, что это была как-то какая-то натяжка, потому что с одной стороны, мы все это знаем, и я это знаю, об этом пишу постоянно, что тот же Соловьев и тот же Киселев занимаются действительно этим нагнетанием ненависти, что по поводу Украины действительно это большие грешники, потому что они сагитировали очень многих людей поехать туда на Украину, и многие из них, те, кто поехал, уже погибли, наверное, это все вина и Соловьева, и Киселева, и тех федеральных каналов, это правда, с моей точки зрения, то, чем они занимаются, и то, что там Украина фашистское государство, это такой фейк политтехнология, придуманная где-то там в администрации Кремля, которую все вот эти товарищи вот так вот разносят, но в данном случае все-таки это было совсем не то, это был совершенно психически больной человек, который приехал из Израиля ради того, чтобы совершить это. Потом, когда вы еще, когда Ксения Ларина уехала в Португалию, она до этого тоже туда ехала, это частное дело, ее просто частное дело, вы тоже сказали, что вы ее туда эвакуировали, потому что есть угрозы. Мне кажется, простите меня, Алексей, я хочу в этом ошибиться, что вы воспользовались этой ситуацией ради того, чтобы, вот как в борьбе Айкидо, энергию соперника перекинуть именно в него. То есть это такой получился политический пиар, в котором вы мастер. Вы от меня что хотите? Ну, вам кажется, я же вам сказал. Признание в чем? Ну, смотрите, следователь получил запрос на вызов на допрос авторов сюжета про Татьяну Фельгенгауэр накануне покушения. Отказ. Суда не было. У этого, как вы считаете, психически ненормального человека был план этажа, на котором он, как он говорит, никогда не был. Нарисовано его рукой с надписями на английском языке. План по комнатной. Суда не было. И про план все забыли. Он прошел, значит, это был понедельник, у меня по понедельникам совещание с заместителями, наша планерка, которая обычно идет полтора часа, недельный такое, начинается в 12.15, заканчивается в 13.45. В этот понедельник, поскольку я должен был уехать, она шла 15 минут и закончилась в 12.30, он появился в 12.32. Он не мог знать, что Таня, ну, если он случайно пошел, да, сумасшедший. Он сумасшедший, сумасшедший, но свои две копейки имеет. Ни один из этих ответов мы не получили, потому что не было суда, и его признали невменяемым. Напомню, кто первый его признал невменяемым? Напомнить, президент Российской Федерации публично на пресс-конференции назвал его невменяемым, отвечая на вопрос, не на пресс-конференции, на Совете по правам человека, но под телевизор. И после этого его врачи признают невменяемым. Не в обратной истории, а в той истории. Сначала президент, а в чем вы хотите, чтобы следовали, что делал, когда президент уже сказал, что он невменяемый. Мы же не знаем, кто ему положил. Вы чего? Поэтому в этой истории вопросов много. Да, и еще, конечно, ну, кто, давайте так, кто такая Таня Фельгенгавару относительно внешнего круга эхо Москвы? Никто. Один из моих замов. Накануне, буквально, за несколько дней выходит репортаж на Вестях, я говорил об этом с Олегом Добродеевым, посвященный Тане Фельгенгавар, где, внимание, 17, не просто ошибок, неверных фактов, 17, просто в 7 минутном, раз, два, три, четыре. Я на допросе у следователя, я был на допросе у следователя, я ему это положил. Ну, совпало, хорошо. Может быть, он психически ненормальный, но психически ненормальными людьми можно манипулировать, как вы знаете. Ну, для этого нужно следствие, для этого нужен суд. Его не было. И более того, мы не знаем, а этот парень, он сидит или его уже выпустили. Может, он вылечился уже? И на мои запросы мне не отвечают. А если он ходит по улице? То есть, на самом деле, все не так просто, как вы сказали. И самое главное, я задаю вопросы, я ничего не утверждаю. Я задавал вопросы, почему вышел этот репортаж. Почему, когда Таню ударили ножом, делать репортаж о том, что Таню ударили ножом, приехал тот же самый журналист, который делал репортаж про Таню. У нас что, у нас есть специалист по каждому моему заместителю на ВГТРК. Это просто... Вот... Причем тут хайп? Просто нормальные вопросы близкого нам человека в наших апартаментах ударили ножом. И я совершенно не принимаю ваши слова, что она уехала. Я ее эвакуировал по моему приказу. Она покинула, я имею в виду, Ксения Ларина страну, потому что ей шли угрозы, эти угрозы все сохранились. Они переданы были в МВД, и ничего МВД не сделал. Угроза жизни. Может, кто-то шутил. Проверьте, дайте ответ. Я могу после этой истории рисковать еще одним своим журналистом? И еще одним своим журналистом? И если есть, не всех могу выэвакуировать. Не у всех есть возможность уехать. Но если такая возможность есть, да, я ее применял и буду применять. И вы меня извините, спасибо министру внутренних дел, теперь об этом можно сказать в течение долгого времени. Люди в штатском ходили вокруг нас, поднимались на лифты из МВД, да, и там смотрели долгое время. Потому что на самом деле все понимали, что это не просто какой-то псих, приехавший из Израиля, пошел там по адресу, да, и затем ударил ножом и собирался уйти. И как он прошел, это тоже было опубликовано. Хорошо подготовленный псих газовым баллончиком охране внизу. Отлично подготовленный. Так что давайте мы на эту тему, эта же тема не закрыта. Для меня она не закрыта. Да? Я продолжаю писать запросы, я продолжаю получать отписки или не получать их. Ничего. Мы продолжим эту историю. Ну да, просто были допросы Бориса Грица и в общем Он же псих, какие допросы Бориса Грица Вы помните расшифровку этих допросов. не просто расшифровку. Можно кое-что понять про этого человека тоже. Да, конечно, но я еще раз повторяю, я вот тоже эмоционально неравновешенный. Вы сейчас мной манипулируете. Ножи уберите, пожалуйста, всякое там может быть. Во, люди понимают. Не, на самом деле, на самом деле эта история просто более сложная, чем она кажется так, как сказал президент, вернее, как сказали президенту, он так, отмахнувшись, сказал, ну, приехал какой-то сумасшедший из Израиля, причем здесь свобода слова, причем тут журналисты. Однако ударили именно журналистка, а не охранника, и не шофера, да и не бизнесмена. Специально приехал. Ну, нормально. Может быть. Может быть, а может быть и нет. Кто же знает. Спасибо. Дорогие друзья, первое деление нашего вечера уже, наверное, заканчивается. Сейчас небольшой перерыв, а потом вопросы будете задавать вы. Я сразу первый вопрос с вашего позволения письменной по дороге шоу. С вашим другом общения, кто готов быть президентом, чей масштаб личности и компетенции соразмерен масштабу стоящих перед страной задач? Хо. Вы знаете, такие истории, я думаю, что на самом деле, поскольку полянка-то выжжена, то любой человек, который придет вслед за Владимиром Владимировичем, у него будет время роста. Он придет не очень готовым, на мой взгляд. Это вот у кого не возни с любой точки. Потому что, во-первых, ситуация в стране и в мире относительно страны меняется очень быстро. То, что там пять лет назад случилось, мы просто живем в другом мире, а цифра, конечно, она разрушает социальное поведение. Я тоже вам скажу, он меня поразил такое тонкое наблюдение бывшего президента США Обамы. Он прошлым сентябрем открыл школу молодого бойца, что называется, в Чикаго. И он рассказал такую дивную историю о том, как изменилось социальное поведение между двумя его президентскими компаниями. Он говорил, в восьмом году, когда я баллотировался первый раз, все старались мне пожать руку, до меня дотронуться. Ну, вот люди, да, там. Это было социальное поведение толпы, это не отдельных людей. Ходит, пожимает. Это в двенадцатом году уже все пытались на моем фоне делать селфи, поворачивались ко мне задницей, да, и делали. Я был фоном. Просто изменение социального поведения. Как это изменение социального поведения происходит в профессии, да, когда людям уже не обязательно ходить на работу, да, все, многие работают из дома, многим все равно на трудовую книжку наплевать, коллективы так разведены, да, это все, это все меняет поведенческую историю. Я уж не говорю, там, в семейной жизни, в свободных связях, другой мир. И поэтому другому президенту, отвечая на ваш вопрос, вот, ему придется дорастать до этого. Мы даже не знаем, из какого поколения он придет. Поэтому считать сейчас человека, который что-то там может, могу сказать грубо, да любой, кого поставишь, вынужден будет, там, не знаю, возьмите там, любой из вас, представьте, занесло вас. Собственно говоря, собственно говоря, Владимир Владимирович, он узнал, что он, скорее всего, будет президентом, если мне не изменяет память, где-то в июле. Да, у него было полгода, 8 месяцев на адаптацию. И вот он рос от мелкого бюрократа, он был мелким бюрократом, что-то скрывать-то. Он рос вот до политика, это разные профессии, как вы понимаете. Поэтому отвечая на ваш вопрос, вот, а кто, второй вопрос, а кто из современников, реально великий человек, гений, я кроме себя никого не знаю, если честно. Не, не моя работа. Нет, я хочу, чтобы из зала были вопросы. Дорогие друзья, мы должны в 6.15, в 6.10 закончить, поэтому, пожалуйста, задавайте. Пожалуйста. Да, с места. Да, Спасибо. Алексей Алексеевич, вопрос отчасти связан с тем, что будет надписано на вашем надгробии, вот то, с чего начинался разговор. Довольно часто сильные личности, люди большого масштаба, они превращаются во что-то типа социального института. Ну вот, скажем, был Олег Павлович Табаков, человек, а есть такой социальный институт под названием Табаков, где есть набор правил, можно туда обратиться, получить помощь, набор процессов, процедур, ну и так далее, вы понимаете. И мой вопрос такой, точнее, два связанных между собой подвопроса. Согласитесь ли вы с тем, что в России это более распространено, чем в других странах? И второй вопрос. Вот, на мой взгляд, такой социальный институт под названием Венедиктов очень нужен нашему обществу. Почему вы на Эхо Москвы не принимаете, ну как бы, отрицаете преемниковость? И что вы делаете для того, чтобы институт под названием Венедиктов стал институтом под названием Эхо Москвы, независящим от человека Алексея Алексеевича Венедиктова? Спасибо. Если я правильно понял, спасибо. Сначала на второй. А, значит, вы говорите, почему вы не ставите вопрос, нужен ли такой институт там России, а почему вы не ставите вопрос, а нужен ли такой институт мне? А вот мне такой институт не нужен. Мне кажется, что в современном мире каждый человек может создавать вокруг себя или для своих близких и далеких, там, я не знаю, как угодно это, кодифицируете собственный мир. И поэтому создавать нечто бронзово-каменное, ну мне просто, у меня на это нет, ко мне, у меня нет на это интереса. Вот если я делаю и когда я уйду, это не рассыпется, ну хорошо. А рассыпется, какая мне разница? Меня уже не будет. Я просто про это не думаю, если честно говоря. Если про нетленку, я считаю, что вот в период турбулентности сохранить эхо, вот это моя задача. Я ей занимаюсь каждую минуту. Я сохраняю, знаете, как этот самый мороз своего до дозором, да, я обхожу площадку и ее охраняю для того, чтобы там люди бесились в этой песочнице. А я хожу и даю возможности этой песочнице существовать. Раз. Я выпускаю для себя и для своих друзей исторический журнал «Дилетант». Мне это в кайф. И это тоже в известной степени память обо мне, которая будет. У меня есть сын, который носит мое имя и мою фамилию, и это, может быть, самое главное, что есть, чего я оставлю вам и не позавидую. Вам же. Если он чего-то будет. Второй Алексей Венедиктов. Вот. Поэтому, на самом деле, я думаю, что в этом смысле, что теперь первое про себя вот так. Что касается нашей страны, не согласен с вами, я столкнулся с системой создания реальных институтов, таких ушедших людей, они есть и в Штатах, как в библиотеке президента, да. Это же библиотека, это же не библиотека, понимаете, это центр. В Германии, во Франции, те вот люди, реально, которые создавали новые смыслы, после них, не они сами, а их соратники, их там почитатели, они создавали центры, центры, которые продолжали развивать их идеи. Если вы посмотрите там на библиотеку Рейгана и библиотеку Кеннеди, это разные центры разных мыслей, понимаете. И те люди, которые там привязаны к тем или другим, они там производят эти смыслы. Поэтому в России, ну мы знаем, что существует центр президента Ельцина, только пока. Я думаю, что нынешний президент об этом задумывается, потому что наследие где-то нужно и архивы хранить, и конференции проводить, и статьи печатать, и книги воспроизводить. Но они есть, они есть, эти институции. Ну вот у нас это действительно такие, ну да, Табаков, да, но больше вы не назовете. Это мало. Но это вопрос последователей, те, у кого есть последователи. Это точно вопрос не к лидерам. Я думаю, что Олег Павлович Табаков, когда он думал о бессмертии, если он думал о бессмертии, то он думал о том, как на пленке или в цифре останутся его роли. И о своих детях, конечно. Я бы вот так ответил. Давайте я буду чередовать. Где Пикуленко? Пикуленко, как вы знаете, ушел с радиостанции на другую радиостанцию. Ну, мы надеемся, что вы скоро его услышите. Скажем так, давайте теперь из зала. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Алексей Алексеевич, я вот в прошлом году слушал Михаила Велера вот на этом месте. Он дважды, по-моему, в прошлом году выступал. Ну, ему тоже задавал вопрос после этого случая, когда он был отлучен или сам ушел. Это вам виднее формулировка. так сказать, все-таки, на мой взгляд, разумеется, субъективный, вот по четвергам это Шендерович, по пятницам это Пархоменко, по субботам Латынина. по-моему, в этот ряд, так сказать, вписался Михаил Вейлер. Как все-таки сейчас ситуация не проясняется, потому что год назад он сказал, что, ну, мы думаем об этом. свиньи... Поэтому, если возможно, поподробнее, вы хотя скользко и говорили об этом, то подумайте. Ой, ответьте, пожалуйста. Слушайте, ну, совсем простая история, она линейная и озвученная. Господин Вейлер должен извиниться перед Ольгой Бычковой, в которую он бросил кружку с водой, и перед слушателями, которых он бросил. После того, как он извиниться, я готов буду с ним встретиться и разговаривать на предмет сотрудничества. До тех пор, пока он извиниться, я с ним не встречаться, не разговаривать не буду. Он это знает, он это знает, он это знает. Вы меня извините, на моей радиостанции такие правила. Он в прямом эфире в женщину, да, в прямом эфире в женщину схватил тяжелый предмет, кружка была, бросил в нее, слава богу, промахнулся. Если бы он попал, он бы сейчас сидел. Я бы его посадил, чтобы было понятно. Это распущенность, которая идет с первого, второго канала. Простите ему, разрешите другим делать то же самое. Не будет этого. Значит, он прекрасно знает, на первый же день было сказано, извинитесь, Михаил Иванович, и продолжим работу. Нет, зашли наши общие друзья. Саша Невзоров его уговаривал извиниться прямо в эфире. И затем передо мной ходатайся. Нет. Ну, нет, значит, нет. К нему все вопросы. У меня... Ну, извинения ждем сначала. Конечно. Да. Про Собянина расскажите. Значит, не знаю, что вам рассказать про Собянина. значит, понятно, да, он на последнем сроке. Ну, собственно говоря, у него сейчас последний срок. И вот, как бы, давайте я его про слабые места расскажу. Я думаю, сильно его знаете. Значит, я ему всегда говорю, у вас есть два слабых публичных, два слабых публичных или полупубличных истории. Первая, это плитка. Плитка, которая никогда вы не объясните, что вот вы хотели хорошего. Вот это просто нельзя объяснить. Даже можете не объяснять. И второе, это отношение к старой Москве. Я ему говорю, вы любите ту Москву, которую вы строите и построили. Это правда. Это делается с большой любовью, с большим треском, именно любовью, с азартом, я бы сказал. Но вы старую Москву, старую, не в смысле там исторические памятники, понимаете, бульвары, я скажу, да? Вы старую Москву не любите, не понимаете. И у нас с ним постоянно по этому, он обижается. У него с ним как раз по этому поводу, у меня с ним как раз по этому поводу были такие большие стычки. Может, вы заметили, я тоже не был его доверенным лицом. Хотя, как вы догадываетесь, да. Вот. Это первая история. И вот эти две вещи, ну вот сейчас он как бы придумал эту историю «Мой район», который, в общем, свидетельствует о том, что он понимает проблему, надо помнить о том, что через 4 года он уйдет, он это знает. Я ему тоже говорю, что вот Лужков, что оставил за собой Лужков, да? Вот Лужков. Вот пройдет еще 10 лет, что такое Москва-Лужковская? Москва-Лужковская. Это у нас храм и Москва-Сити. МКАД, совершенно верно. Уже никто не помнит, что это Лужков. МКАД вообще всегда был, знаете, при Иване Калите. Поэтому МЦК, оно не будет, понимаете, оно не будет, что это. Да, пешеходные и так далее, но это вот все размазано. Я говорю, что я понимаю, что у вас заканчиваются ваши московские приключения, да, но вы должны помнить о том, что приключения заканчиваются, а москвичи остаются. И поскольку я сам мальчик с чистых прудов, с Мокровских ворот, да, фильм про меня, поэтому я готов вас слушать, но я вас не понимаю, когда вы делаете то и то и то. Значит, это первое, что я хочу сказать. С другой стороны, вот все, что было сделано на выборах за эти 6 лет, имея в виду, когда мы там набили камерами, наблюдателями, практически уничтожили фальсификации, которые, конечно, были, вы должны понимать, что без помощи Собянина я бы это не сделал никогда. Это была непростая история, потому что над городом сидят федералы. Хотя я могу вам сказать фантастическую вещь, когда сейчас сделали опять дороги, когда пустили там против движения вокруг Кремля вот эту линейку, и я базарил с ним и говорил, ну, я понимаю, но все-таки вы это делаете для того, чтобы депутаты могли ехать. Есть федеральная служба охраны, федералы, вот здесь будет полоса. Математически она там не должна быть. Любая развязка, скажем, около нас, у Министерства обороны, на знаменку по ворону, ну, это же безумие, или на Лубянке кто ездил, но это развязка, которую сделал не город, это сделали федералы. Любая прокладка метро, федералы, безопасность, понимаете, да, то есть оказывается, если бы мы жили в городе Санкт-Петербурге, или Липецке, или Благовещенске, там мэрия решала бы все, и постоянно, когда, значит, на него наезжаешь по каким-то делам, и там на его вице-мэров, там тебе показывают резолюции, согласования. Москва, к сожалению, столица в этом смысле. Значит, он такой упрямый, обидчивый, ну, вот, лично упрямый, обидчивый, но вот если там смотреть, там, на большой набор людей, он не вредный. Вот если вы понимаете, что я хочу сказать, он вот специально тебе, не злопамятный, я имею в виду в общественном смысле, я не имею в виду в личном, мы не знакомы, а с семьями мы не дружим, что называется, не злопамятный, часто, часто прислушивается к разным людям, но предпочитает принимать решения, когда он поговорил с одним, с другим, с третьим, с четвертым. на мой взгляд, на взгляд парня с Покровских ворот, он неплохой менеджер для Москвы был, но поскольку сейчас мы находимся в состоянии турбулентности, опять я имею в виду, да, будет он подниматься или после Москвы, куда можно пойти после мэра Москвы? Вот куда чиновнику А? Да, значит, главой администрации президент, он был, главой аппарата премьер-министра, он был, да, то есть что ему могут предложить быть? Губернатором Санкт-Петербурга, что ли, или там послом Зимбабве, как я говорю, послом, вот вы уже слышали меня, да, не, но если говорить про табель о рангах имени Николая Павловича, как мы говорили, да, то он понимает, что А, но он не понимает, куда его назначат, то есть не его решение, это не его решение, это не решение бюрократа Высокова. Он тщательно сторонится политике, что в общем неплохо, он не поддерживает самые дурацкие законы в области культуры, в этом смысле в Москве, если мы берем муниципальные музеи, муниципальные театры, обратите внимание, легче, но это может быть не очень видно, потому что у нас там все мешаются, да, он абсолютно точно уверен, что та реформа здравоохранения, которую он проводит, она позитивная, знаете, когда начинаешь с ним говорить, сейчас я просто объясню, что он имеет в виду, он же не медик, он говорит, вот смотри, раньше люди в очереди в поликлинике ждали в приблизительно 47 минут, в среднем, они же там ведут, нет, слушайте, ну это вот они ведут, прекратить, а сейчас они ждут там в среднем, да, 32, мы на 15 минут сократили, это же важно, важно, потому что ты сидишь не в театре, а в поликлинике вокруг тебя ходят люди со своими болями, да, все друг друга заводят, но этот показатель, он есть тоже, он тоже есть, и он уверен, что добиваясь очки голой секунды, это кстати, вообще, я считаю, что вот путинская команда, она идет по этому пути, как говорит Владимир Владимирович, наш любимый, он говорит, это же считанная позиция, считанная, то есть, грубо говоря, если вот на очки голой секунды есть цифры, это как в Мединске, столько людей посетило кинотеатры, ой, это показатель, а как иначе померишь, столько-то денег заработал, а как иначе померишь, вот сколько километров построили, сколько минут ждали, вот он из таких менеджеров, он там, вот из таких, не гуманитарный менеджер, понимаете, вот он такой, он не гуманитарный, он всю дорогу, он строитель в этом смысле, и это имеет свои плюсы, и, конечно, имеет свои минусы, Конечно, имеет свои минусы. Но вот надо понимать, что этих людей не переучишь. Как только ты вводишь новый параметр, когда я говорю, вы не любите старую Москву. А вопрос, а как это посчитать? Нет, а как это посчитать? Что такое любите, не любите? Нет, как это считается? А Лужков больше любил? А как вы сравниваете, где там любовь была? И вот все. И дальше аргументация у тебя начинает уплывать. Потому что любовь это чувство. Это чувство города. Если говорить о городе, например. Я отвечаю на вопрос. Вопрос написали. Расскажите о Собянии. Я знаю, что хотел человек услышать. Я вам рассказываю о своих ощущениях. Ну, конечно, я не знаю. Я посмотрел. Сейчас он очень увлечен. Например, я это знаю, потому что он меня ценит как школьного учителя. Вот этой электронной школой. Электронными всеми этими возможностями. Вот этот банк уроков, которые учителя могут записать. Учителя пишут уроки, выкладывают в сеть свои уроки на темы. И вы будете смеяться. Но где больше просмотров, тем надбавки появляются учителя. Появляются надбавки. Если ваш урок смотрят много, то это можно посчитать. Не 10 тысяч, а 15 тысяч. Значит, вам еще 5 тысяч рублей к окладу. Это вот такая история. Но вот он увлечен вообще электронно. Он считает, что дистанционно есть масса детей, что правда. Которые не хочут ходить в школы, что правда. Которые не могут сейчас в классах, они очень дифференцированы, что опять правда. Как из этого выходить? Ну вот нашли такой ход. Он абсолютно в этом смысле, он ход, не он, Собянин. Он абсолютно в этом смысле ход технологичен. Но, конечно, то, что касается общения, гуманитарного, это, конечно, теряется. Хотя современное общество не дает ответа. В общем, если бы он перезбирался еще раз, наверное, бы я не говорил хороших слов про него. Но поскольку уже выборности нет, он очень много защищал Москву от поползновений федерального бюджета. Вот мы посмотрели, например, такая интересная, опять считанная позиция, извините, на прошлых выборах мэра. А мы посмотрели, где был рост в голосах за него, в голосах по сравнению с 2013 годом. Конкретно было 5000 человек, стало 5500, да? Но вот где голосовали? Знаете, где? Где новая станция метро? Вот просто, просто, вот все взяли, все проверили, вот там бум, рост на 10%. Вот просто. Потому что люди, вот кому-то метро, а кому-то это метро мешает. И так будет всегда. Да. И город очень сложный. И там есть еще у него такое, сейчас я скажу страшную вещь, наивность такая, я бы сказал. Он говорит, ну как же, ну вот этот план, вот здесь вот мы разобьем, значит, это сквер, то-то-то, мы же лучше людям сделаем. Я ему все время говорю, ну можно сначала посоветоваться, может им это и не надо. Говорит, нет-нет, они потом поймут. Вот это такая технология, подождите, это такой специфический технологический подход. Да? Времени осталось мало, 4,5 года. Надо успеть. Я вам излагаю не свою точку зрения, а вам сейчас практически цитирую. Да? Вы меня спросили, я ответил. Сейчас, одну секундочку. По поводу Собянина, я хотел бы тоже еще спросить. Есть такая версия, что в 2013 году, когда Алексея Навального допустили на выборы, это не потому, что посодействовал Собянин, чтобы сделать московские выборы более легитимными, а потому, что там в Кремле в администрации специально Навального поставили против Собянина, чтобы как минимум проверить его, а как максимум просто досадить ему и уменьшить процент Собянина, чтобы, в общем-то, убрать его с конкурентного поля, что, в общем-то, тогда и получилось. Собянин набрал с трудом 51%, и тогда Путин сказал, да, типа, хороший человек, но не Орел. И Собянин, как бы, вот его место только в Москве. Сейчас он опять стал подниматься, а сейчас он опять в обойме по поводу преемника, но вот та версия по поводу, что специально Навального поставили туда, как вы оцениваете? Я думаю, что это преувеличение, хотя, наверное, в участии Кремля была такая мысля, заодно подсадить. Это правда, но история в том, что вы забыли, что тогда, в 2013 году, скажем, в Екатеринбурге победил Ройзман. В один и тот же день. Это была политика тогда Володина, создавать, убирать людей с улицы, выводить конкурентную среду. А уж если где-чего победит, ну, значит, все равно будут работать, мы все равно их включим, как включали Ройзмана, в систему. И поэтому тогда первый зам главы администрации Володин, вот он был автором идеи, что надо создавать конкурентные выборы, чтобы после Болотной, после 2011-2012 года убирать людей с улицы к электоральным сюжетам. Смотрите, какой Володин либерал-то оказывается. У него, он не либерал, он то же самое сходил и использует. Сейчас он мракобес абсолютный, потому что там нет идеологии, там есть, ну, мы видим практику, да, вот это делал Володин, я это знаю, да. Что при мне, очень смешно было, при мне, значит, история была с Ройзманом, поскольку здесь шел подсчет в Москве, и поскольку я уже тогда, как бы, отвечал за это наблюдение, значит, делать было нечего, пока идет основной подсчет, основное тело подсчета. Я позвонил и поехал к Володину туда, посмотреть, что в регионах, потому что тут не знаешь, у него там связи. Приехал к Володину, и дальше там была такая смешная история, вам понравится, что называется. Там экран идут, там 224, и там идет, значит, мы с ним сидим, там бухаем, там время час ночиное. Идет вот эта бегущая строка, что в Екатеринбурге, значит, побеждает Ройзман 36 на 33 процента, в это время, значит, выходит какой-то функционер и говорит, что побеждает не Ройзман 36 на 33. Я Володину говорю, послушайте, я говорю, Слав, что у вас там делается? Договориться-то вы могли, значит, строка бежит про одно, человек говорит про другое. Я говорю, а где правда-то? А я, честно говоря, тогда Ройзмана, в общем, и не знал, если честно говоря. Ну, так знал, что есть такое, но не общался. Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну, позвоните, вы же первый замглавы администрации, позвоните председателю избирательной комиссии Екатеринбурга, пусть вам скажут, где правда, нам же интересно с вами, мы с вами сидим, как два мудака. Извините, смотрим на это, на государственное телевидение, думаю, что происходит. Он, значит, нажимает кнопку, говорит, соедините меня там с Иваном Ивановичем из Екатеринбурга. Я думаю, что Иван Иванович, значит, инфаркт в этот момент. Понимаете, там Володин, великий зловещий Володин звонит куда-то в Екатеринбург. А дальше я слышу только одну сторону. Он говорит, что он, какие у вас там результаты? Пауза. А почему вы не ходите, не выходите, не объявляете? Тишина. Ну, естественно. Я продолжаю смотреть на это все, цирк какой-то. Он говорит, значит, так, вот мы тут с Венедиктом, я не уверен, что Иван Иванович знал, кто такой Венедиктов в Екатеринбурге. Вот мы с Венедиктом сидим и смотрим, у вас 15 минут, чтобы выйти на экран Вести 24 и объявить настоящий результат. раз у вас подсчет уже закончен. А вы попробуйте. Да, можете сказать, что я звонил, вешает трубку. Я говорю, ну и что? Он говорит, сейчас увидишь. Проходит время, выходит, значит, Иван Иванович, такой цвета там. Говорит, Ройсман победил 36%. Я говорю, вот видите, как легко и просто. То есть тоже Володин. Вот это история. Тоже Володин. Ну я не знаю, но я вам просто говорю, что он не знал реально. И тогда была история, и была такая действительно позиция администрации. Мы не вмешиваемся в Ашу Москву. И тогда вот с Собяниным, и даже не с Собяниным, а с Анастасией Раковой, когда мы набили первый раз камерами все участки, и решили тогда, я предложил, меня поддержали, что наблюдателей нельзя удалять с участков, несмотря на то, что такое в законе было. И там было очень смешно, потому что Анастасия Ракова женщина тоже такая могучая. Она там всем объяснила, что нельзя удалять наблюдателей со словами, которые нельзя произносить. И там был случай, мы уже сидим в штабе, 13-й год, звонок председателя комиссии, а у нас все можно видеть, каждый говорит, вот комиссия 1403, Алексей Алексеевич, мы знаем, что нельзя удалять наблюдателей, но у нас один наблюдатель пьян взюзил, он сидит, значит, рвет любую бумажку, которую, я говорю, на экран, выводится, там действительно физкультурный зал, сидит человек, ему подносят бумажку, он так рвет ее и бросает, он должен подписать протокол, рвет, бросает, в общем, сцена из кино дурного. Я понимаю, что если я сейчас разрешу удалить, да, но это прецедент. Я говорю, а у вас там этот самый полицейский милиционер тогда есть, давайте его сюда, подходит милиционер, там, здравия желаю, там, на экране. Я говорю, вы встаете рядом с этим человеком, вы его никуда не удаляете, пусть ему приносят воды, он должен подписать протокол. Вы меня поняли? Есть! Все. И дальше несколько часов мы это наблюдали на экране, значит, человек рвал бумажки, рядом с ним стоял бравый милиционер, который не удалял его удалять, чтобы не стать прецедентом, но потом он как-то подписал, или за него подписали, я не знаю. Но даже пьяного мы не удаляли, была позиция, да, и вот эта позиция сейчас по Москве, она продолжает работать. Ну, посмотрим, как будет на этих выборах. Но пока, поскольку сменилась команда, которая отвечает за выборы в мэрии, но пока, пока вот мы набили, соответственно, камерами, наблюдателями, допустили всех, все партии, включая те, которые не баллотировали, скажем, на выборы мэра в штабе. У нас сидел представитель Яблоко, там у них не было кандидата. Партии Роста у них не было кандидата. Парнаса у них не было кандидата. Я сказал, что все эти партии, потому что у них могут быть кандидаты, должны у нас сидеть, учиться, значит, наблюдать и так далее. И все решения принимались консенсусом. Вот это тоже наше изобретение. И Собянин, еще раз скажу, здесь хороший, он вообще не вмешивался в эту историю. Там была история, когда у него было там 49-52, 49-58, дошла. Ведь основные голоса на 51 дала Новая Москва. Но она и сейчас дала. Но это вот, ну деревня, что вы хотите, они там все голосуют, как обычно, поэтому в этом смысле так оно и было. Иначе я тоже туда приехал в штаб, что будем делать? Я говорю, что будем делать? Второй тур будете делать? Что вы делаете? Такой тяжелый. Ну ладно, будем готовиться. Второй тур будем делать. Ну вот Новая Москва посчиталась и дала там 70%, в результате плюс 1-1,5% было. Ну в общем вот так. Поэтому в этом смысле с ним разговаривать можно. Трудно, упрямый, но можно. Вот. Кстати, из этого рассказа мы видим, что Алексей манипулирует не только своими слушателями, но и замглавы администрации. Они мои слушатели. Да, господином Володиным и нашей родной советской милиции. Ну работаем, да. Да, да, да. Да, давайте вопросы, пока я читаю эту длинную записку. Да, я хотела. Можно я спрошу? Один маленький вопрос и короткий ответ. Вы считаете, для Москвы история с реновацией, она реальна? Смотрите, когда оно обсуждалось, я как член общественной палаты был против системы. Не против системы, не против переезда, а против протокола, по которому шла реновация. Я его не видел. Я обсуждал и говорил о тех угрозах, которые это несет, прежде всего, жителям каждого микрорайона. Мне все равно, что там несет мэрии, как вы догадываетесь, да? Значит, мои сомнения не были приняты во внимание, чего бывает по поводу манипуляции. И сейчас мы видим вот эту историю. Знаете, в чем самая болезненная история в Москве? Не в этом, не в отношении мэрии и жителей. Вот несколько районов, сейчас меня попросили посмотреть, там, реновационных районов. Берешь, смотришь, значит, 6 235 человек внутри района переезжает, 6 тысяч не переезжает. Вы вообще понимаете, что случилось? В этом микрорайоне 10 лет будет стройка. Будут сноситься, строятся дома. Это в интересах половины микрорайона и точно не в интересах второй половины микрорайона. Это соседи, я говорю, это проблема соседей. Эта проблема не имеет решения хорошего, вообще не имеет. Потому что те люди, которые там живут и не хотят переезжать, да, ну, которые остаются в своих домах, нам эта стройка зачем? Нам эти экскаваторы 10 лет под окнами и там журчащие, там, мне прямую говорили, там, рабочие таджики, да, которые будут ходить и насиловать. Просто я вам перевожу, это зачем? А вторая половина, те же жители, 6 тысяч, они говорят, давайте скорее. И вот это история, которая не имеет, то есть она имеет решение, но имеет нехорошее решение. Поэтому, поскольку сейчас решение принято, вот с каждым префектом отдельно приходится говорить, речь идет о компенсации жителей этого микрорайона. В каком виде? Я говорю, вот сколько в микрорайоне сейчас аптек? Они говорят, 7. Я говорю, а надо больше? А во сколько школ? Две. Я говорю, стройте третью. Считайте, сколько построить третью. Да, то есть люди, которые остаются в своих домах, они должны в результате там получать какую-то инфраструктурную дополнительный сюжет. Но потому что половина хочет переехать. Вы знаете, это похоже, знаете, на что? Вот одна из моих подвигов, реальных подвигов общественной работы была. Это была работа по уличным музыкантам. Вы, наверное, не помните, а было одно время, когда власть решила, мэрия запретить уличных музыкантов. А знаете почему? Потому что жаловались жители. И все, жалуются жители, и что делать? Сначала там была эта история на Патриарших, потом у нас на Арбате, потом и все, и кранты, и там уже готово было постановление, оно уже вышло. Помните, стали хватать этих ребят и девчат, да? Ну, запретить, потому что жалуются жители, но жители жалуются. И, ну, поскольку конфликт был высоко, я говорил, давайте я применю свое умение классного руководителя в общественной палате. Давайте мы соберем такой стол. Значит, мы позвали, значит, полицейских, представителей Мосгордумы, естественно, представителя мэрии, Андрюшу Макаревича, представителей, ну, авторитет, да? Да, представители этих музыкантов, у них, оказывается, есть с какой-то, ну, большинства свой профсоюз. И начали долго и нудно разговаривать. Послушайте, это было самое тяжелое за последние пять лет то, что я делал в Москве. Даже не выборы. Камерами натолкать участки и вообще не бигдел. Вопрос финансов. Вот люди не хотели, и соседи, конечно. Люди не хотели слышать друг друга. Вот вообще не. Вот стартовая, это кореновация. Все, знаете, стартовая позиция. Ничего, никак. И дальше я вспомнил, как я читал отчеты переговоров при Никсоне, значит, по подлодкам на Кубе. То есть там, там, знаете, от дня и размера до секунд, сколько можно находиться в этом САП. И мы начали. Если первые этажи, а вот если это место, а вот если лицензирование, а вот если так, а если лицензирование. В общем, мы выработали какую-то огромную бумагу, которую я лично понес Сергею Семеновичу. Он посмотрел, он сказал, консенсус. Я говорю, консенсус. Консенсус. Он говорит, ну ладно, вышло постановление. Мы все видели, как они во время чемпионата мира работали. Все счастье было. А было это три года назад. Вот в каждом микрорайоне, по идее, бы сейчас проводить вот между теми жителями, которые попадают под реновацию. И теми, но этого никто не умеет делать. Послушайте, у префекта план, или у главы управы план, у строителей план, зима наступит, значит, это. Эти люди говорят быстрее. Там, знаете, на одном микрорайоне столкнулись, значит, одни там за расширение машинных мест, а другие за расширение сквера. Было 5000 деревьев, должно быть 7, компенсация. Зато тогда машинные места сокращаются. Было 600, станет 400. И вот рубка. Никакая не власть. Никакая. Мэрии все равно. Хотите машинные места? Машинные места. Хотите деревья? Деревья. Вы только решите сами. Только нас не впутывайте. Вот проектировщики сидят, они за вами запишут и сделают. Решения нет, на самом деле. Ну, в смысле, оно есть, но оно будет длинным и трудным. Поэтому, долго отвечая по реновации, дело же не только в реновации, а дело вот в проекте. Я повторяю, я говорю это соседи. Вот мы такие, да, там, где-то открылась пункт раздачи несчастным этим бездомным одежды. Весь двор просто встал, чтобы здесь этих бездомных не было. Причем приехала питерская организация, называется Ночлежка, у них все там, на самом деле, чистенько. Ну, вот они действительно следят, все. Ну, приходят чужие люди в этот двор бездомные за одеждой, за бесплатно. Соседи встали, никакая не мэрия. Мэрия сказала, да пусть вы найдите место, да хотите, мы вам найдем. Да пусть, соседи, мы с вами, соседи. Эта история очень интересная, потому что мы себя все почувствовали собственниками, слава тебе Господи. Если раньше нам было все равно, теперь мы собственники, квартиры, части двора, части земли, обратная сторона, чужие пошли, вон, шлагбаумы. Господи ты, Боже мой, сколько мы говорили на эту тему, это вообще не моя тема. У меня, слава Богу, нет автомобиля, поэтому я так теоретически на это дело смотрю. И вот соседи по шлагбаумам, так происходит, и все. Мы здесь вообще не, скажете, поставим, не скажете, хотите, оплатим, хотите, не будем оплачивать. Вот все. Вот вам история с реновацией, это гораздо крупнее, чем вот эти мелочи, которые я говорю. Но надо помнить, что вот те шесть, буквально три дня назад мне показали первые шесть районов, где реновация, ровно пополам переезжающие и остающиеся. И не дай бог их столкнуть, люди выходят против экскаваторов. Сейчас будут выходить другие люди за экскаватором. А в городе нет согласительных процедур. Их просто нет. Проблема. И поэтому, когда меня, если спросят, почему я в общественной палате Москвы, я ушел из всех советов, потому что это все импотентно, то в общественной палате Москвы у нас есть возможности смягчать противоречия, скажем так. Вот по выборам мы сделали, да? По музыкантам мы сделали. Сейчас посмотрим, как, может быть, по дизентерии детской вот эту историю мы сделали. На самом деле мы сделали, а что вы думаете, школы просто так подают, что ли, в суд? Так они и побежали подавать в суд. Мы сделали детей вот отравленных лично. Главный педиатр Москвы взял на контроль, и в июне перед нами отчитается, что с этими детьми, каждым ребенком, каждым из там 221, каждым отчитается, за каждым закреплен врач, педиатр, за каждым дополнительно вот этим отравленным ребенком, да? Вот это мы сделали, да? То есть вот это общественная палата. А остальные общественные советы, я из них слинял сразу, как там пришла Васильева на Министерство образования. Я даже не стал дожидаться, когда она порог переступит. Я же знаю, с чем она идет. Вот я соскочил, моя репутация. Пришел там у Шойгу такой состав, я соскочил, я знаю, это моя репутация. Но город очень сложный на самом деле, чудовищно сложный город. И самое главное, что здесь, поскольку вся федерация бессогласительных процедур, мы вам сделаем лучше, мы лучше знаем, потом спасибо скажете. В лучшем случае. Это правда. И поэтому реновация будет идти очень тяжело. Извините за длинный вопрос. Ответ в смысле. От чего зависит, видимо, смена режима Путина? Извините, я не читаю. И как скоро это произойдет? Господи. Да, да, вчера, да. Не-не, смотрите. Если мы говорим о режиме, о системе, то эта же система, собственно говоря, она, конечно, завязана на президенте, но с уходом президента, там, физическим или юридическим, система сама собой не демонтируется. Вот я рассказывал уже по радио, я в последнее время очень часто встречаюсь с Корбачевым, Михаилом Сергеевичем, он в довольно плохом физическом состоянии, и, в общем, он здесь, и он один, и семья в Германии, в общем, он один. Там охраны, там секретарши, все, и вот только мы с Димой Муратовым как бы дружим с ним. И как раз просто мы там разговариваем, там ничего не надо, мы не пишем ничего, не интервью берем, и вот спрашиваем его о некоторых таких вот вещах, когда он стал президентом или там генсеком. И из этого складывается, что он как бы вообще не понимал и не хотел понимать, и не думал о демонтаже системы. Она, стоило только вынуть один винтик, она пошла разбалтываться. Стоило только вести, вот он, например, смешно мне говорит, «Ты знаешь, я думаю, что в основе лежит все, что я отказался от социалистической собственности и разрешил кооперативную на самом деле». Глубоко, да? То есть люди стали не зависеть от государства, в его понимании. И вот это начало разбалтывать, люди стали более независимыми, у людей появилось свое дело. Крупные города, между прочим, это же все случилось в крупных городах. Москва, Ленинград, Новосибирск, Свердловск, да? И вот кажется, что это действительно, выдернув винтик из этой системы, вот как можно сказать про демонтаж системы, а что здесь винтик главный? Что здесь и куда она будет? И дальше пошло в разнос, он это сознает, он говорит, что он уже в конце даже своих этих членов президиума разных он уже не мог контролировать, потому что они все выражали точку зрения разных слоев населения. Легачев одно, там Яковлев другое, Ельцин совсем третье, и так далее, и так далее. Вот так шло в разнос. А кто помогал-то? Никто и не помогал. Я говорю, а чему было помогать? Он говорит, а я не знаю. Вот поэтому демонтаж системы, он будет во многом, отвечая на ваш вопрос, после президентства Путина, это вопрос еще, какая команда и с какой целью придет. Вы обратите внимание, что когда произошло два кардинальных смены, Хрущев, грубо говоря, Сталина на Хрущева и Брежнева на Горбачева, то сначала это шло медленно, и никто не собирался ничего там менять. Реформы возникли в ходе запроса бюрократии, и дальше уже людей. Бюрократия сначала все сохраняла, контролировала. Поэтому не думайте, что если завтра Владимир Владимирович улетит на Марс, то на Марсе будут яблони цвести. И здесь не будут. Как вы думаете, Алексей, вот Путин, как относится к Горбачеву лично? Плохо. Я не думаю, я знаю. Объясните. Ну, смотрите, с точки зрения политической, Владимир Владимирович все время говорит, ну, было время, значит, разбрасывать камни, сейчас время собирать камни, ну, все понятно. У каждого времени были свои герои. И в этом смысле он ему в укор, вот в укор не ставят развал Советского Союза, тем более, что Путин, в отличие от других, понимает, что Горбачев пытался наоборот сохранить Советский Союз. Все наоборот, на самом деле. Если кто и пытался сохранить Советский Союз, то это Горбачев. Все кругом бежали и растаскивали, как могли, включая и Бориса Николаевича, и Нарсултана Абишевича. Все, возникла возможность, все стали таскать. И Путин, это понимая, что Горбачев хотел сохранить, но был слабый. И в этом смысле сформулировать грамотно ответ на ваш вопрос, Саш, я бы сказал так. Он его не любит. Путин Горбачева не любит. Вот туда можно внести все, что угодно. Но вот не любит. Ну, его право, чё ж. Любить, не любить, это вообще у них там история. Но я думаю, а теперь это мое, я думаю, что на самом деле Владимир Владимирович Михаилу Сергеевичу слегка завидуют. Потому что, извините за вообще цинизм, посмертная слава Горбачева на сегодняшний день будет выше посмертной славы Путина на сегодняшний день. И Владимир Владимирович это понимает. Вот эта история в том, это я знаю, это я не придумал, это не моя конструкция, это я знаю. И вот это основа отношений. Мне так как бы представляется, что это его заботит. Это посмертная слава в мире, но не в России. Ты знаешь, он был совершенно, сейчас я вижу, да, он был совершенно, Владимир Владимирович, потрясен, как хоронили Раису Максимовну. Вот уж была ненавидимая. Да, ну, казалось бы. А вы не помните, как стояла длинная, длинная людская очка? Конечно, можно сказать, что это было любопытство. Но женщины плакали. Женщины писали письма в газеты тогда, 99-й год, о восхищении Раисой. И я просто знаю, что молодой премьер-министр Путин, он вот удивлялся этому. Ну, как же, ну, ее все там ненавидели, презирали Раису, да? И вот это. Поэтому он это помнит. Вот вы хотели, я видел, да? Алексей Алексеевич, подскажите, как вы думаете, есть ли перспективы у умного голосования Навального? Вам честно или лицемерно? Абсолютно честно. Смотрите, я понимаю идею, я не понимаю технологию. Вот честно вам скажу, я технологию не понимаю вообще. Я же человек технологический. Я человек технологический. Вот я понимаю, что вы хотите, а теперь скажите мне, пожалуйста, а как вы будете это делать? И вот тут у меня ступор наступает. Поскольку я думаю, что если я воспроизведусь в общественной палате в следующем составе на том же самом месте, я буду по-прежнему заниматься наблюдениями за выборами. Единственное, что я могу сказать, что сделаю все, чтобы не украли ни один голос, как это было на предыдущих выборах. Все сделаю. Лягу поперек. Это моя репутация. Если я пойму, что меня обходят, я выйду и скажу, я ухожу с этого места, потому что я не могу остановить это. Поэтому будьте уверены. Но когда я, я же занимаюсь этим, ну как сказать, практически, да, куда камеры поставить, куда наблюдателей поставить. Вот в округе, там типа, в округе Гудкова, в Щукино, значит, идет Гудков, идет поддержанный коммунистами председатель муниципального совета, поддержанный коммунистами и Кацем, и кто-то еще из известных. Как определить проумное голосование? Как технологически? В округе номер 43 идет Митрохин, идет Соболь и, возможно, идет Нюта Федермейстер. Возможно. Как определить? То есть, это же не вопрос, что. Давайте проголосуем за самого, кого там, человека, который может противостоять. Вот все забыли про 43-й округ, а я же помню, что там случилось. Значит, там, в каком, в 14-м году победил представитель Единой России, главврач больницы, такая Вера Счастьяна, набрала на 29%. А 28% набрал Леонид Ермольник из Парнаса. А 11% набрал Сергей Иваненко из Яблока. Вот за Иваненко или за Ермольника, если было умное голосование. Понимаете, да? Вот какова будет технология в каждом округе, я не знаю. Поэтому я не понимаю. Я честно говорю, я не понимаю протокола. Идея там красивая, замечательная. Но выбор, это технология. Не выбор, а выбор вот этого человека умного. Ну, пойдем. Один считать будет, что Митрохин, самое подумное голосование. Другой считать будет, что Соболь. А третье, что Нюта Федермейстер. Ну, вот как вы видите технологии? Я Алексея спрашивал. Он говорит, увидите. Я говорю, хорошо. Хорошо, я увижу, да. Но я не понимаю. Я правда не понимаю. Зачем вы пропагандируете электронное голосование? Вам не кажется? Я очень обожаю вопросы. Вам не кажется? Да? Нет, не кажется. Даже не дочитывая. Что в современных условиях это может стать основой для Государственной Федерации. Ну, понятно. На местном уровне. Значит, смотрите. Я абсолютно уверен. Вот я человек из 20 века. И здесь есть люди, которые мои сверстники, а может быть, даже кто-то постарше. Я абсолютно уверен, что 21 век – это век дистанционных услуг. И можно с этим бороться. И тогда это сделают без вас. И когда вы не сможете ни на это влиять, ни на это контролировать. А можно это оседлать. И поставить под общественный контроль. Поскольку я абсолютно уверен, что будущее, в том числе за дистанционными услугами, это должно прийти в голосование не на этих, так на следующих выборах. Только не на наших условиях, а на их условиях. Где нас не будет. Даже в написании программы. Надо уметь оседлать первую волну. Надо всегда идти чуть быстрее, чем неповоротливые власти. Значит, это первое. И главное. Вторая история. Вот я не очень люблю мобильного избирателя. И я был против, когда его водили. И опять не смог панипулировать. Тем более, что это федеральная история была. Ну, не важно. Но среди вот этого мобильного избирателя обнаружилась замечательная история, о которой никто не подумал. И она родилась уже у нас в комиссии общественной палаты. По-моему, Вадик Ковалев, заместитель ее придумал, сказал, смотрите, в Москве около 110 тысяч инвалидов. На самом деле больше. Это те люди, которые передвигаются не сами, скажем так. Значит, если человек, благодаря мобильному избирателю, может переписаться из участка со второго этажа школы, куда он не может подняться, на первый этаж школы, это большое счастье. Потому что для них выйти даже из квартиры, это счастье. Там бреются, одеваются. Это праздник для людей. И что вы думаете? 57 тысяч переписалось с первого этажа на второй. Не все, конечно, инвалиды, но члены семьи, естественно, те, кто идут. Мы об этом даже не думали, когда власть придумала мобильный избиратель. Со второго на первый. Со второго на первый. Потому что построить на второй этаже в любой школе подъемник, это просто не те деньги, которые есть в городе даже. То есть на самом деле речь идет о расширении доступности и возможностей. Еще раз, электронное голосование не заменяет, а добавляет возможностей. Более того, в этих округах, если будет принято, если вы знали, кто сопротивлялся, сопротивляются люди в погонах, в первую очередь. Потому что оно неконтролируемо. Потому что, например, я точно знаю, что Верховному Главнокомандующему принесли результаты выборов в Эстонии. Где оппозиция получила 27 процентов, а она же на электронных голосованиях получила 40 процентов. Потому что сейчас молодежь. Куда мы пойдем? Сейчас быстренько вот здесь. И поэтому не надо. Все навальные будут электронно голосовать, сказали Владимир Владимирович. Обратите внимание, закон не принят до сих пор. Федеральный. Федеральный. Государственные думы. Да? То есть это в чьих интересах, собственно говоря? Это неизбежно. Я уверен, неизбежно. И неизбежность голосования всех этих ТСЖ удаленным образом, потому что люди живут. И неизбежность обсуждения электронного, которые уже идут в разных столицах. Это просто это будет. Так не лучше ли в этом принять участие на первом этапе, чем только потом потреблять то, что сделали другие? А где еще в мире, кроме Эстонии? Голосует электронно. Смотрите, на выборах нигде. То есть кое-где есть, но они тоже с теми же проблемами сталкиваются. Они то вводят, то отменяют. В Германии вообще в прошлом году запретили электронное голосование на выборах. Запретили. Но, скажем, вопросы о введении большой эстакады в Париже электронным голосованием решались. То есть это вопрос вопросов. Нет, это не другое. Это доверяют люди или не доверяют люди? Потому что для многих важно не какого депутата изберешь, а будет ли эстакада под твоим окном. Что депутат пришел и ушел, а эстакада каждый день. Гораздо более важно про эстакаду, чем выбор, извините, в Мосгордуму. Без обид. Но это неизбер. Они все движутся в этом направлении. Мир в этом направлении движется. В этом смысле Москва с ее МФЦ, которое можно любить или не любить, но время теперь на получение. Сами знаете, какое. Вот мэр уйдет, МФЦ останутся. И вот эта история, она просто к нам приближается. Сейчас, знаете, даже эти самые мастер-карты Виза запретили выпуск платежной системы без специального чипа, когда приложить, а не вставить карту, чтобы карту не выпускали из рук. Запретила. То есть мир движется так быстро в электронных услугах, с такой скоростью, что надо понять, либо мы в этом участвуем, либо это мы только потребляем. Потом, как сделали для нас другие, я упрощаю. Я прекрасно понимаю, что это не сделает Москва. Знаете, что было сказано на совещании? А давайте мы попробуем сначала в Благовещенске. Я говорю, ребята, в Благовещенске. Там, где нет вообще контроля за бумажными-то выборами. Я говорю, как интересно. Даже посчитать, сколько людей захочет в этом округе процентов вместо бумажного электронного проголосования. Даже если они не проголосуют. Сколько напишут заявления, буду голосовать электронно. Сколько людей доверят этому. Даже этот такой опрос, который никакими соцмерами не измеришь. И это все равно будет. И есть, ну конечно, есть люди, которые до сих пор чековыми книжками пользуются. Это безусловно. И не летают на самолетах. Но самолеты-то есть для других. И карты есть для других. Я думаю, что это неизбежно. Поэтому я предпочитаю оседлать эту волну первым. Чем потом, как с садовыми участками. Вы меня, конечно, извините. С дачными этими участками на прошлых выборах. Это не была катастрофа. Мы все равно все сделали. Там не было фальсификаций. В этих районах. Но вы знаете, откуда заявки приходили? Владивосток откройте участки по выборам мэра. Крым откройте участки по выборам мэра. Киев откройте участки по выборам мэра. Я говорю, вы больные? Они говорят, если мы в Туле открыли, почему мы в Крыму не откроем? Если мы открываем в Благовещенске, почему мы не откроем в Лос-Анджелесе? Там тоже есть избиратели московские. Я говорю, вы куда нас втащили? И при этом огромные ресурсы затрачены. Там построены домики. Знаете, самое смешное, это разговор мой с губернаторами, теми. Потому что самое главное для нас была репутация. Это очень смешно. У них же там есть места, в Подмосковье и в Тульской области, где электричество ненадежное, скажем так. Такие джунгли такие. И я говорю этому самому замгубернатора Московской области, парень, который со мной был на связи, мне нужно, чтобы вы на каждый избирательный участок московский, ну вот и дачный, поставили генератор. Потому что если прервется электричество, я вам клянусь, мы ногами забьем ваш участок, не учтем, будет скандал, дойдет до начальника. Что вы думаете? Он с дачи притащил генератор на один участок. Все вот эти... Это зачем нам? Если бы было электронное голосование. Представляете, да? Вот думаем про генераторы. 21 век, электричество нет. Там Тульская, Калужская, Московская. Ну люди-то имеют право голоса. Они же... У них же московская регистрация. С военными то же самое. Как делать с военными? Ой, давайте делать с военными так. Ой, а как сделать так, чтобы командир не это самое? А давайте специальных наблюдателей туда двойных отправим, чтобы командир не подходил вообще. Чтобы они заходили с мобильными, без мобильных. Ребята, это очень всегда тонкая история. И даже... И подозрения все равно остаются так же, как с электронной. Пусть остаются. И очень хорошо, что остаются. Очень хорошо, что остаются. Очень хорошо, что это контроль. Но мы точно можем сказать, что в Москве так. Я там за Благовещенск не отвечаю. Я сторонник электронного голосования, потому что я из 20 века. Потому что я на седьмом десятке. Мне интересно и прикольно, как это будет. Увидеть до того, как мой могильный камень встанет с огромной надписью, о которой Саша говорил. На фальсификации результатов. Фальсификация результатов. Послушайте, когда после 11-12 года реально мне было предложено заняться выборами, когда я понимал уровень фальсификации и говорил со Шпилькиным, мне все говорят, ты сдурел? Это невозможно. Это невозможно. Потому что все настроены на фальсификацию. Потому что когда у вас директор знакомой школы вместе с копией протокола выпрыгивает из окна, убегает наблюдателей, ну вот это было в Москве. Ребята, это в Москве. Директор школы элит и элит на самом деле. Но это люди, которые давно... И мне говорили, это невозможно. Какой смысл заниматься проектами, которые возможны? Давайте попробуем. Может не получится, но не получится. Алексей Алексеевич, следующий вопрос. Вот я руку... Что? Как мы сделаем записку? Вот же я записка, вот же она. У меня больше записок-то нет. Вы чего? Я ответил на все записанные вопросы. Отлично. Тогда задаю вопрос. Меня зовут Юрий Карлинский. Алексей Алексеевич, очень интересно узнать у вас, как вы видите, в ближайшие 5 лет, вот как будет развиваться Россия. Понятно, что предсказания носят вероятностный характер, но все же. А вот пессимистичный вариант такой, средний и оптимистичный. И вторая часть вопроса, вот она интересна мне как гражданину. Вот как простой гражданин, вот на ваш взгляд, своим поведением, действиями может способствовать развитию третьего оптимистичного варианта событий? Спасибо. Спасибо. Последний вопрос. Да, видимо, да. Но это еще часа на три. Я, извините, не, не, я поставлю, скажу. Значит, давайте я попробую ответить вам сначала концептуально. Значит, если, если, ну поскольку я избран главным редактором на 5 лет, вы ведь мы это имели в виду. Вот. И у нас с Путином одновременно заканчивается срок. У него четвертый, у меня шестой. Вот. Да, да, да. Вместе. Решим вместе, как дальше. Смотрите. Я вот вижу движение президента. Оно достаточно, на мой взгляд, линейное. То есть первый срок Путина, это был как бы срок наследника реформ 90-х годов. Но это ему было не очень комфортно. Но тем не менее, если давайте отдадим, будем справедливы, те реформы, которые там были, там плоская шкала налогов, там много чего еще было. Там просто, мы не видим, для бизнеса было. Это было неплохо. Второй срок его, он был, как мне казалось, наиболее ему адекватен. Он был такой, знаете ли, подзамороженный. Вот четвертый, это уже после дела Юкоса, приближается грузинская война. Это вот было, он был адекватен сам себе. Если ему было некомфортно и неуютно, как наследнику, это было некомфортно и неуютно, было видно по зигзагам. То дальше вот это было так. Потом, значит, было Медведевская интермеца, где он сделал шаг назад и наблюдал, как это все происходит. Дальше третий срок его, я имею в виду, соответственно, 19-16 год, для меня начался с принятия закона об усыновлении детей, запрете. И я понял, что он уходит в сторону консервативную, ну то, что называется консервативной. И вот это был первый для меня такой, первый-первый сигнал, что он так вот, он же раньше, я вам расскажу историю, когда он был премьер-министром года за два до 12-го года, до вот этой истории с детьми, уже была такая, он встречался как раз с доверенными лицами, и там сидело два недоверенных лица, это, значит, я и Света Миронюк. Попали как-то странно, но там были его доверенные лица, и там тоже возник вопрос об усыновлении, Астахов поднял, и он сказал, я вообще против иностранного усыновления, сказал премьер-министр Путин, потому что это позор для нашей страны, мы не можем усыновить 100 тысяч детей, там было 110 тысяч тогда в детских домах, это позор, и там встала актриса, не помню какая, она занимается с усыновлением, не помню фамилию, она сейчас этим занимается, и она стала ему объяснять, что там вот усыновление имеет особенности параметра, инвалиды, там не очень здоровые дети, так далее, так далее, и он сказал, нет-нет-нет, я не собираюсь его отменять, но вот чтобы вы знали мою позицию, вот честно, искренне, я противник, ну вот как сложилось, ну там есть, соответственно, тоже там воруют на органы, он говорил, я собираюсь отменять, я противник, но вы должны знать, что я противник, прошло два года, он стал президентом, и вот это был это закон да и поэтому это меня не удивило но это был знак того что вот он стал совсем прилипся к политике вот политика будет отражение его представления да не не консенсусное отражение был 3 4 срок который сейчас идет он абсолютно реакционный ну вот политологическом смысле он закручивание гаек прежде всего в идеологии в культуре да даже нет не остальных и начинаются пошли репрессии поэтому на самом деле я думаю что мы движемся от реакционности к мракобисию и это реальный сценарий ничего ему не противоречит он не оптимистический не пессимистический но мы просто видим до неожиданные вещи да ну например вот если внимательно смотреть там посадка обызова и иша но и аресты шаева смотрите кто эти люди это пенсионеры они уже ушли с госслужбы они ушли с госслужбы до свидания и раньше казалось что вот нынешнего еще примем да там вот который может навредить там губернатора примем который крадет там там депутатов законодательных собраний примем да а те которые ушли ну и хрен с ним не новый сигнал ребята вы никуда не уйдете вы никуда не уйдете вы отвечаете вы должны все быть здесь рядом со мной это вот история такой факт до один маленький да это такое новое явление поэтому я думаю что в течение ближайших пяти лет если у нас да не если у нас в любом случае я думаю что в течение пяти лет у нас правящая команда будет такой же да и важно там путин будет называться тем 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 и тем я же объяснил что путин это система не человек вот в этой части поэтому это вот неутешительная вещь да это довольно мрачновато теперь отвечаю на ваш второй вопрос мне кажется давать советы трудно но мне кажется что сейчас сейчас благодаря опять цифре общества в любой стране она становится горизонтальными то есть люди начинают объединяться в комьюнити по легко по и как конкретным жизненным конкретным жизненным интересам если раньше они объединялись только по политическим интересам как правило да в партии то то сейчас вот люди люди реально там уходят вниз вот эти вот дворы до которых там разные интересы там любители там я не знаю зилов я знаю есть комьюнити в такте там любители машины зил у них свои интересы например опять же сталкиваясь спасибо вам еще раз за вопрос по реновацию отражает все что происходит обнаружилось в одном районе знаете комьюнити собственников квартир не жителей а собственников квартир которые выработали позицию что если в наш даже те кто не переселяется но даже если в нашем районе будет реновации все как есть тогда стоимость нашей квартиры через 10 лет повысится на 20 22 процента жители не волнует а собственника который может не живет в этом районе волнует сейчас не будем продавать потом будет инфраструктура там 8 аптек вместо пяти да и там на 20 процентов прыгнет и это вот комьюнити который будет защищать свои интересы поэтому отвечая на ваш вопрос как рецепт я думаю что надо участвовать в тех комьюнити в которых вы считаете важно в одном или в двух выбрать себе а своих я не знаю не друзей потому что вы их не знаете вот мой сын например который этот геймер игрок его команда одна девочка в австралии один мальчик в канаде еще девочка в владивостоке то у них команда это его комьюнити понимаете это вот и в городе это тоже может быть поэтому мне кажется надо меньше стесняться потому что это все равно такая общественно важная история у комьюнити получаю появляются собственные интересы и тут я абсолютно согласен шульман что она начинает давить уже видно на власть в защите собственных интересов и власти я сертифицирую это абсолютно точно путин понимает когда у вас есть собственный интерес когда это вот не чтобы там совершить переворот или там чтобы поддержать навального просто вот это комьюнити собственный интерес просто как пример приведу когда была трагедия с подлодкой курс когда разносили все и собственно Это было конечной точкой по НТВ и ОРТ, когда с точки зрения Путина журналисты ОРТ, Безовского, НТВ, Гусинского вели себя нелояльно. Трагедия такая, они тут, понимаешь, мне устраивают. И, конечно, Эхо Москвы тоже. И он в раздражении мне, когда мы сидели с ним в августе, он мне начал выговаривать. Я говорю, вы знаете, у меня отец погиб на подводной лодке. Я его никогда в жизни не видел. Владимир Владимирович, поэтому вы извините, я вот буду делать то, что можешь. Понятно, да? Психология. Можешь. Объяснение. Это не потому, что ты хочешь меня свалить и меня уязвить. Потому что ты такой. Вот эти комьюнити, они вот такие. Это и есть гражданские штуки. Но понятно, что, конечно, надо и в политику ходить, и голосовать надо ходить, и поддерживать тех людей, которые вы считаете правильным поддерживать. Это все понятно. Но это делает очень немного людей. Я прогнозирую явку на выборах в Мосгордуму вокруг 20-25%. Каждый четвертый, может быть, придет или пятый. Ну, и вот так решили. Но там защищать свою улицу, защищать свой музей, объяснять, каким образом надо с нами заставить договариваться властей с вами, чтобы врач учитывал именно интересы, а не хотелки. Мне кажется, это важно. Мне кажется, это работает кое-где. Вот история с дизентерией. Смотрите, у нас же на этом столе, который мы проводили, пришел московский Роспотребнадзор. Ну, чтобы вы понимали, Роспотребнадзор, он является не московским, это федеральная структура, это управление по Москве, она мэру не подчиняется. И тут выяснилось, что, оказывается, еще в декабре они оштрафовали этот Конкорд на несколько миллионов рублей. Они судятся с ним. И они сейчас объединились со школами, да, и от имени школ уже подают. Надо понимать, как это происходит. А случилось это ровно за этим столом, где они сидели. А раньше они за ним не сидели. И пришли, и хорошо, что эти родители объединились и пришли. Вот эти вещи, они тоже важны. И последнее, что я хочу сказать, что меня потрясает, я думаю, что у вас есть дети и внуки. Я с этим столкнулся, я даже стал справки затребовал. Оказывается, управляющие совета школ могут заставить директора расторгнуть контракт с той или иной фирмой на питание. В Москве 98% школ имеют управляющий совет. Это родители, бабушки, ау, если вы считаете, что а, то а, чего вы сидите? Это ваши дети. И когда мы начинаем говорить, ну да, тогда у наших детей будет неприятность. Я говорю, а тогда ваших детей отравят. Ну вот выбирайте неприятность или отравят. Ну вот выбирайте. Вот, на мой взгляд, гражданская позиция, извините за пафос, да, она в этом. И прежде всего надо защищать свои интересы, своих детей, свою семью, свои интересы. Тогда, мне кажется, власть тогда будет считаться с вами, потому что она увидит, что это не вот... Вот она же думает, как, враги? Какие же враги? Мои интересы. Это такое восприятие. Вот так приблизительно. Дамы и господа, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, извините, я должен бежать. Алексей, спасибо за честные, полноценные ответы на вопросы.